С вами Андрей Иванов. Умерла королева Великобритании Елизавета II в возрасте 96 лет, правившая дольше всех из английских монархов 70 лет к ряду. Хотелось бы поделиться некоторыми мыслями, которые пришли сразу после того, как стало известно об этой печальной новости. Во-первых, конечно же, Елизавета II играла большую роль как в британской, так и вообще в общемировой политике. Несмотря на то, что некоторым кажется статус королевы сегодня лишь формальным, на самом деле это не так. Многие премьеры Великобритании последние десятилетия чуть ли не еженедельно встречались с королевой и советовались с ней. Просто потому, что она видела очень многих политиков, многих пережила по естественным причинам и действительно была опытным человеком. Можно вспомнить, что она принимала в Букингемском дворце еще первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина. Тогда она пошутила, что сама не помнит, как пользоваться всеми вилками и ножами. Это когда Юрий Гагарин откровенно запутался в этих правилах этикета, которыми его не обучали. Но давайте вспомним, что до сих пор в Великобритании, несмотря на то, что эту страну называют конституционной монархией, до сих пор нет конституции. Есть определенные своды законов, но чем и как ограничивается власть монарха нигде не прописано. И когда случается в государстве правительственный кризис, когда правительство уходит в отставку, именно королева принимает на себя управление страной. Другое дело, что система управления государством настолько в Великобритании хорошо отлажена, что члены королевской семьи должны вмешиваться в текущую политику буквально раз в несколько десятилетий. Настолько все хорошо и прочно работает. Это к вопросу о кризисе западного мира. Второе, что важно отметить, королевские дома существуют. И да, есть до сих пор бароны, графы, герцоги, князья. Они до сих пор правят, их еще называют старые деньги. Но ведь это та элита, с которой не просто советуется. Это та элита, почему она до сих пор остается и сохраняет все свои статусы, звания, титулы, привилегии. Потому что это опять-таки опора стабильности. И этот фактор нельзя ни в коей мере исключать. И среди разных королевских домов Европы, конечно, британский дом королевский самый сильный. Просто потому, что Великобритания до сих пор это лидер британского содружества, которое объединяет десятки стран. В том числе, например, как Австралию, Новую Зеландию. То есть весьма крупные государства. И во многом, исходя из этих соображений, что Великобритания это лидер большого объединения, страна вышла из состава Евросоюза. Британцы откровенно говорили, что зачем нам быть на вторых ролях после Германии в Евросоюзе, когда мы можем быть лидерами. И последние годы Великобритания к этому лидерству шла именно под руководством, непосредственным руководством королевы Великобритании Елизаветы II. Конечно, есть и такой момент, что со смертью королевы, можно сказать, 20 век окончательно ушел в историю. В свое время я прочитал книгу американского финансиста-бизнесмена Армандо Хаммера. Он родился в 1898 году, а умер в возрасте 92 лет в 1990. И в книге он описывает, как в возрасте 21 года, 23 лет встречался еще с Владимиром Ильичом Лениным. Он приезжал в Россию, и, собственно, первая иностранная концессия советской России была организована Армандом Хаммером. Он встречался с Дэн Саупином, и он назвал свою книгу, очень интересно, «Мой век 20-й». Действительно, его век был 20-й. Британская королева прожила почти четверть века в веке 21-м, в 21-м столетии. Но все-таки она принадлежала к 20-му веку. Ее смерть как бы знаменует собой, что не надо больше нам оглядываться на то, что было в 20-м веке. Вот все эти истории, Вторая мировая война, Холодная война, развал Советского Союза, переживания последствий этого события, «Все это осталось в прошлом». Вот эти события, смерть Горбачева, смерть Елизаветы, как бы говорят, а раньше смерть Фиделя Кастро, говорят нам, что все, страница перевернута. И действительно, мы живем в совершенно новой реальности, выросли новые поколения, которые сформировались в совершенно новом технологическом укладе. Ну и еще один момент, который я могу не отметить, исключительно личного свойства. Не знаю почему, но буквально за день до смерти Елизаветы Второй я шел по улице и вдруг вспомнил, а сколько же лет правит королева Великобритании. Спрашивается, где она, где я. Причем вообще тут королева Елизавета, какое она имеет ко мне отношение. Ну вот почему-то шел по улице и вспомнил о ней. И я подумал еще, доживет ли она до 100 лет. И то же самое со мной произошло буквально за день до смерти Горбачева, которого лично для меня, хоть он ушел из жизни в результате продолжительной тяжелой болезни, но вот его смерть стала для меня неожиданностью. Почему я так подумал? Не знаю, может быть действительно существует какое-то загадочное информационное поле, может быть прошлое, настоящее, будущее как-то пересекаются в нашей реальности непосредственно вблизи от нас. Не знаю. Что вы думаете по всему этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях, интересно будет узнать ваше мнение. А с вами был политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.